Продолжение чемпионата его развития грядет. Юрий Розанов и Василий Соловьев уже заняли свои места и готовы начать репортаж об очередном поединке. И выручает команду. Тут не скажешь, иначе здорово, здорово сыграно. И орбит, и это не точный удар в голову. То есть в смысле, что не попал игрокам в ворота. Хотя было опасно. Тиаго. Подобные шансы нечасто бывают. А вот удар. Культура пас, как говорят, культура игры. Удар. И на пути мяча наш. Гол. Вот стартовый, стартовый, свистка армитра до первого гола. Прошло в восемь минут. Дани. Рауль Мерелиш. И игрок с мячом выходит на позицию, с которой можно по воротам пробить. Едем дальше. Прекрасно сыграно в отборе. Теперь выбить. И может получиться контр-атака. Никто не встречает, никто не атакует. Удар без помех. Может быть, у игрока меньше пространства, меньше времени. Он бы как бы и более экономно сыграл. А здесь ему казалось, что забивает он как угодно. А вот не забил. Да, что происходит. Расфантазировался. Расфантазировался. Жесткая борьба за мяч продолжается. А давай правильно. И по центру есть поддержка. Отбилась оборона в этот раз. Ну жесть! Угловой Мадридского Атлетика. Вот пошла борьба. Хороший проход. И явно он нацелен на удар поворотом. Заговорился ваш покорный слуга. Заговорился. Мяч тоже у соперников. Хороший пас. Опасный момент! Посмотрим, что принесет этот подлогой. Опасно! Гол! Ничейный результат на таблок уже высвечивается. Кажется, что легко. Кажется, что вот легко. Он так сам себя подведнул и ударил. На самом деле, по-другому... На эпизодах очень серьезно отрабатывался. Когда мяч летит на тебя, он может изменить траекторию как угодно. И может отскочить от ноги как угодно. И то, что сейчас это все случилось, это суще чудо. С головой разыгран четко. Защитники не удел. Ну и что теперь? Возможно удар поворотом. Продолжение атаки через пас. Продолжение атаки через пас. Если его будут давать бить, то никакой вратарь и даже два не спасут. Это точно. Смотрю и удивляюсь. Как можно при таком попустительстве заниматься защитой? А партнер не так уж далеко. И открыт вот ему и пас. И если пробьет отсюда, может быть очень опасно. Думаю, надо бить и забивать. Это шанс! Удар! Но мяч встречается с защитником и отскакивает. И чья же это подача? Защитник забирает мяч. Случился рикошет и, естественно, вполне что мяч в ауте. Возможность для мадридского... И арбитр назначает пенальти. И вот пробьет. Право-лево пробуется угадать. А уже не ва. Он уже заберет. Как у нас говорят, первая Колом, вторая Соколом. Стало быть, будет и третья. Нам осталось немного. Посмотрим дальше, что будет. Тягау. Крепя. Хороший пас. Такая силовая, жесткая игра. Все решают в доле секунды. Для того подкаты есть. Футболисты Атлетика Мадрид введут мяч из-за боковой. И все, конец атаки. Или, вернее, начало другой со стороны соперника. Передача хорошая. Вот передача. Хороший момент у португальца. Есть! Ну давай! А это гол! Ну мы же говорили. Мы же говорили, что очень может так статься, что этот парень забьет сегодня. Вот сегодня и тридцать. Стало бы, что он понимает. Пайкао. По итогам первого тайма можно покачать головой и зафиксировать результат. Три-один. Я подозреваю, что команда, уступающая в счете, может, так сказать, да, немножко побронить арбитра в перерыве. Но, в принципе, задача-то у нее другая. Мяч они уступают. И какая разница, откуда он был забит? 45 минут на то, чтобы ликвидировать этот дефицит. Нужно было разбираться с этой ситуацией каким-то другим образом. Нужно было отыгрывать этот пенальти, потому что... Че время терять? Но ничего. Может быть, зарядятся в перерыве, а там, глядишь, и все изменится. Буквально дарят форварду этот шок. И вот он удар с поворотом. Забили, забили. Есть. Есть. Вот такой грустный для атакующих конец. Но ведь не конец игры, а конец всего лишь атаки. И все на этом. Пока что во всяком случае. Хороший шанс до удара. Дистанция не имеет значения, потому что позиция требует удара поворотом. Но партнер кому отпасует? Думаю. Удар поворотом. Галкепер контролирует ситуацию. Угловой удар. Мне показалось, соперник и сам не ожидал, что мяч так легко к нему попадет. Ничего не придумали. Кончилось дело неточным пасом и перехватом. Вот момент. Времени на эту жестикуляцию. Игроку отведем. Тягу. Вот неплохой вариант для того, чтобы быстро перейти в контрнаступление. Дани. И партнер рядом есть, с кем можно отыграться. Думаю, надо бить и забивать. Бей! Нападающие часто шутят. Надо забить один, а дальше пойдет. Но у вратаря немножко другая работа. Да, и если сейчас у него пойдет, может быть команде и удастся, чтобы поправить. У него пойдет, а у нападения противника наоборот не пойдет. Очень внешне легко проходит дальше. Мяч за пределами поля. Атлетика подаст угловой. И удар головой. Так и перед этой атакой до ничьей остается один точный удар. Надо еще немного потренировать стандартное положение, чтобы забивать наверняка. Как будто переменился игрок, а во втором тайме. Ни одной ошибки в передаче. Есть с кем отыграться. Потерян мяч, но за него надо бороться прямо здесь. И не попал. Я не верю в это, честное слово. После такого паса я просто не... Буквально такую передачу запороть, а? Ну что ж, раз есть так игрок, который может делать такие передачи, может, и еще сделает раз. И вот он пас. Отобрала мяч защита, но вынести его пока не удалось. Перехвачен мяч, и это вариант для контратаки. Можно сказать, что виноват пасующий. Последний пас атаку убил. А можно и похвалить игроков защиты. И хотя очень похоже было на фолл, но арбитр показывает, что играть можно. И он получает поддержку. Мяч-то оказался у соперника, так что и атака закончилась, и мой рассказ о ней. Просто катится эта атака. Подготовился, вышел и забрал. Тягу. И он пошел к партнеру. Удар! Ответный мяч! Вот он забит. И шансы команды направлены. Ну что, идет второй тайм. Ничья. Замены. Посмотрим, как эти замены изменят игру. Никто не хочет сдаваться. Это надо констатировать. Это приятно констатировать. Ничейный результат. Ничейный и очень интригующий. Пока. Так, так, а дальше? Хороший отбор. Ну и вот здесь кому-то показалось, что комментатор предсказывает развитие событий, да? Ну, там другим может быть это развитие. И вот сейчас посмотрим, как команда будет атаку развивать, потому что поддержка ему нужна. Думаю, надо бить и забивать. Опасно! Такой удар абсолютно. А потом и качнул из чаши лесов. Это гол! Комментаторы в таких случаях говорят, Ах, ну, пах, ну, поворотом. И они абсолютно правы. То есть мы абсолютно правы, потому что мы так искали. Хоро, давай. Ах, ну. Ну не мог вратарь удержать этот мяч. И тут же гон. Пускай антрогиас. И, пожалуй, что можно бить. Это органично будет смотреться. Вот момент. Но чаще всего защитник не побеждают этих единоборков. Продолжает команда атаку развивать. И самое главное, старается мяч держать внизу. Очень грамотно распоряжается мячом и практически его не теряет. Пасует. Нельзя это промазать. И в таких случаях трибуны всегда взрываются аплодисментами. Вот на планке. Отобрал мяч. Жестко идет в стык и, по-моему, успевает мяч сыграть. Неужели? Криштиан Роналду! Опаска неплох. Разгоняет португальца свою атаку. Похоже, можно бить. Я не очень люблю выражение «атака захлебнулась», потому что не футбольная она. Но вот здесь иначе не скажешь. Так она и будет. Часто забивают на последних минутах. Вот такой шанс и имеет команда, отставая всего один гол. И, похоже, был офсайд. Да, арбитр свистнул. Положение не играет. Продолжается атака. Достаточно короткая перепасовка. А вот удар. Упущен шанс. Упущен верный шанс сравнять счет. Как видим, порой трех мячей оказывается недостаточно не то, что для победы, а даже и для ничьей. Ну что ж, сегодня именно атака победила. Так бывает не всегда в современном футболе, но вот сегодня так произошло. Иногда от страха перед соперником хочется закрыться, конечно, но когда ты вырываешься, можно сказать, на футбольный простор, вот тогда получается самая красивая игра на свете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok